Всем привет, дорогие друзья! Последние две недели я делаю очень много видео про события в Курской области. И обозревал я там только деятельность самого Ахмата и их тикток-лидера Аптия Лаудинова, который записывает видосики быстрее, чем пьяный мастер тянется к бутылке. И действия Дон Дона в любому адекватному человеку более чем понятны. Это изначально показушная армия, которая создавалась для понтовых спектаклей и для запугивания мирных людей. А показушные армии в войне они не участвуют никогда. Они бегут очень быстро и не на поле боя бегут, а бегут мародерить магазины сотовой связи. Так вот, многих интересует вопрос, а чем же занят Путин в такой ситуации? Наверное, наказывает тех, кто своровал бабки на обороне Курской области. Или же, может, упоротого Герасимова снял, который тупо его намахал в первый день начала Курской операции. Верховный главнокомандующий, 5 часов 30 минут 6 августа подразделения вооруженных сил Украины численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. И спокойно наблюдаем за тем, как наши уничтожают противника. Ситуация тяжелая, но она не критическая. Ситуация, так или иначе, в листах того, чтобы стабилизироваться. Мы максимально уже контролируем ситуацию. Ситуация, она уже, в принципе, потихоньку стабилизируется. Обстановка, она, в принципе, взята под контроль. Мы завершаем уже, в принципе, можно сказать, уже завершили блокирование противника. Обстановка, она подконтрольная, рабочая. Противник, в принципе, остановлен. Мы остановили полностью продвижение противника и сейчас уничтожаем его уже в рамках этого изоляционного. Или же, может, наказывает ахматовцев, которые смылись. И на самом деле он как-то мало появляется в мире о пространстве с момента начала Курской операции. Он первые дни говорил что-то невнятное и не объяснил четко свою позицию. Потом на встрече с губернатором Курской области буквально сгорел от его доклада и сказал, что подобным должны заниматься военные. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям. И было видно, что он едва сдерживал ярость, которая из него так и сочилась. Далее еще пару каких-то заявлений без конкретики и, как всегда, общие фразы. А потом он буквально пропадает и максимально дистанцируется от этих событий. Вместо этого начинает заниматься какой-то клоунадой, которая к самой войне отношения не имеет. И похоже, как в той поговорке. Я не я и хата не моя. Или же занимайтесь сами своим курском, у меня есть дела поважнее. Например, дегустация урожая в Нальчике. Да, пожалуй, важнее дел нет, тем более сейчас. Ну или же он просто взял и поехал в гости к Кадырову, чтобы похвалить бойцов его подразделения. И это больше походит на какой-то рофл или постиронию. Только ленивый не покритиковал Дондонов за их отрицательную храбрость. Эти персонажи уже многократно были замечены в бегстве на дальние дистанции за короткий срок. Их смело можно называть самой быстрой армией в мире. Вы думаете, дно уже пробито? Но это совсем не так. Самый сок впереди. Все вы знаете такого персонажа, как Адам Кадыров. И знаете, чем он знаменит. На канале уже около 10 роликов про него. И, кстати, последний как раз вышел недавно. И он демонстрирует его воинские навыки. Рекомендую глянуть и поднять себе настроение. Короче говоря, помимо того, что Путин прилетел к Кадырову похвалить бойцов подразделения Ахмат, он еще посетил сам тренировочный лагерь этих бойцов. И посмотрел, как там они выполняют различные операции. А так как Адам Кадыров является инструктором в этом лагере, который именует университетом спецназа имени Путина, то Адам просто обязан был показать Путину, что не зря прожирает все харчи и может кого-то чему-то научить. Что из этого вышло, можете увидеть прямо сейчас. И Путин реально там с умным лицом стоял и смотрел, как Адам Кадыров бегает подобно беременному таракану и через раз попадает по мишеням с очень близкого расстояния. При этом еще использует оптику. То есть он реально тут большую часть пуль пустил мимо в упор с оптикой. Ё-моё, какой из него боец, какой из него учитель, кого он может чему научить. У него самого физическая подготовка на дне. И Путин при этом стоит и тупо хлопает ему. Одно дело, когда пару месяцев назад Дмитрий Алкоголевич Медведев приезжал хвалить его и сжал ему руку. Это можно было еще понять. У него работа такая, просыпаться после запоя и пробовать что-то умное, где-то сказануть, чтобы все запомнили и несколько дней обсуждали. Или поехать на какую-то встречу, там засветиться, и чтобы тоже обсуждали. Короче говоря, выполняет роль такого вот придворного шута, чтобы на него отвлекалось внимание общественности. Но Путин во время разгара боевых действий в Курской области едет в гости к человеку, чьи войска занимаются только показухой. И делает это все тут на серьезных щах. И выражает свой респект Адаму Кадырову, я не знаю, Путин реально верит всему тому, что ему говорят тут кадыровцы, и верит ли он тому, что Адам Кадыров демонстрирует, что его навыки реальны, и он крутой инструктор спецназа. Может просто делает вид, что реально верит, чтобы таким вот образом не терять лояльность со стороны Кадырова. Хотя толку с такой вообще лояльности. В прошлом году, когда Пригожин шел на Москву, и кадыровцы два дня стояли в пробке, и не смогли доехать до Ростова. Зачем нам нужна такая лояльность? Такими союзниками и врагов не надо. Как только будет какой-то шухер, они сразу предадут первыми. И первыми же сбегут. Видим, что дед пребывает в какой-то своей реальности, где Дондоны самая сильная армия в мире. Другого объяснения я найти не могу. Кроме того, что дед утратил полностью связь с реальностью. И на жителей Курской области ему тупо наплевать. А вон Дондоны для него всегда в приоритете. Там Адам Кадыров уже вовсю хвастается фоточкой с Путиным. И, наверное, доволен, что он осуществил свой забег беременного таракана и пострелял по мишеням. Напишите в комментариях, дадут ли ему за это медаль или все-таки нет. И, в целом, вся эта встреча с Кадыровым, все эти демонстрации и навыков Адама Кадырова, все это смотрится очень кринжово. И больше похоже на какой-то троллинг со стороны Путина. Потому что кадыровцы сбежали с Курской области, а он тут едет с ними, видосики записывает, хвалит их, называет мужественными воинами. Короче говоря, это какой-то сюр. Пишите в комментариях, что думаете насчет этой ситуации. И как вам в целом мой новый контент. Уже обозреваю не только бойцов по ПММА, еще и обозреваю такие вот важные события. И буду и дальше их обозревать. И, собственно, буду рад видеть вас в числе своих зрителей, если вы еще не подписаны. Всем пока, до новых встреч, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok